Доброе утро, дорогие друзья! 19-20 марта 2019 года на двух площадках в Ханты-Мансийске, в Югорском государственном университете и в Югорске, в обществе с ограниченной известностью «Газпром Трансгаз Югорск» пройдет заключительный этап конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда» Уральского федерального округа по номинации «Лучший лаборант химического анализа». Накануне в городе Ханты-Мансийске в Югорском государственном университете прошел региональный дистанционный этап данного конкурса. О нем и о будущем мы поговорим с проректором по учебной работе ЮГУ Романом Кучиным. Роман Викторович, доброе утро! Насколько нам известно, вы пришли с радостной вестью, причем это радостная весть о своих студентах. Да, у нас буквально на днях 24 января закончился дистанционный этап, то есть первый отборочный, на территории Ханты-Мансийского автономного округа. По двум номинациям были конкурсные испытания в дистанционном формате. Так, а две номинации-то какие? Значит, это профессионалы и начинающие лаборанты. Это те, кто уже трудится на производстве. То есть первая номинация для тех, кто уже работает, вторая номинация для тех, кто еще учится по данному направлению, либо получает рабочую профессию лаборант химанализа. Порадовали нас очень результаты первого этапа. По сравнению с прошлым годом количество участников увеличилось в три раза. В три раза! То есть это второй конкурс проводится, и уже такой прирост в три раза. А что для этого нужно было сделать, чтобы стать участником этого конкурса? Нужно было подать заявку. Все наши документы были размещены на официальном сайте Югорского университета и доведены до сведения всех наших компаний и партнеров. Но это ведь компании, причем, а сколько компаний было и вообще какие отрасли они представляли? Насколько нам известно, это ведь не только нефтяники. Да, это не только нефтяники. Был наш даже водоканал города Ханты-Мансийска. Ведь у них тоже есть лаборант химического анализа. Так же, как и где-нибудь на молокозаводе. Ну да. Значит, было 19 компаний, приняли участие с точки зрения работников-профессионалов. В прошлом году было 9 компаний. То есть тут прирост тоже в два раза. Это тоже очень радует. Очень хорошо популяризирует это направление наши партнеры «Газпром Трансгаз Югорск». Они предоставляют тоже площадку для... Они предоставляют не только площадку, но еще популяризируют внутри своего подразделения. То есть у них порядка 10 дочек приняли участие именно в этом конкурсе. Ну и, конечно, большинство все-таки компаний это нефтяные и газоперерабатывающие, потому что это там актуально. Вот. И очень важно для них. А среди победителей интересно, кто? Лаборанты какого направления? Только ли нефтянники и газовики? Среди профессионалов первые два места заняли представители «Газпром Трансгаз Югорск». Значит, одно головное предприятие и дочернее предприятие. Если говорить про студентов, ну вот здесь так получилось, что студенты Югорского университета... Не надо смущаться, мы ведь тоже порадовали за своих. Да, да, да. Вот. И у нас есть система филиалов. В филиалах мы обучаем студентов уровня СПО. СПО это что? Среднего профессионального образования. Это в основном у нас направление, связанное с нефтегазопереработкой и добычей. В двух филиалах у нас такие профильные направления реализуются. Вот и один из филиалов представил своего конкурсанта, который стал третьим в этом у нас конкурсе. То есть тройка призеров? Тройка призеров, да. Это Нижневартовский техникум нефтяной, наш филиал. Так, а вот мы говорим, что задания были... Дистанционно. Дистанционно, да. А что в них ходило? Что нужно было сделать? Ну, нужно было проверить теоретические знания, были некие практические работы, по результатам которых выставлялась балловая оценка. Ну и, соответственно, кто больше баллов набрал, тот и победил. Ну, были еще и формальные вещи, и были сопроводительные документы, которые говорили о том, что их направят на финальный этап. То есть обязательно очное участие будет, это следующий этап. Да, да, да. Что предстоит выполнить на нем, какие задания? Значит, у нас будут там теоретические и практические туры. То, что касается профессионалов, у них соревнования пройдут в один день. Это будет на базе нашего партнера. Это в Югорске? Да, в Югорске, да. Газпром Трансгаз Югорск. Очень хорошо нам помогают. У них современная лабораторная база. И, в принципе, тоже очень много мероприятий будет сопутствующих. Там будет проведен круглый стол, выставка достижений. Приглашены будут школьники. Выставка достижений лабораторных химического анализа. Да, вот... Колбы, пробирки. Да, буквально вчера мы встречались по всем нашим оргвопросам. Позавчера, извиняюсь. Вот, они планируют презентовать там мобильную лабораторию. Вот, как раз для лабораторов химического анализа. То есть, нового поколения уже, да? Да, да. То есть, которая будет передвижная. Вот, кто у них будет побеждать, она будет у них передвигаться по разным площадкам. Понятно, что в следующем этапе будут участвовать только победители и призеры, да? Да, да, да. А отбор студенты проходили или не проходили никакой отбор? То есть, они подавали самостоятельно заявки? Самостоятельно. Просто ВУЗ должен был подтвердить, что если что, вдруг они приедут и будут очно уже участвовать. Что является стимулом для участия? Есть ли какие-то денежные призы или здесь дело, в общем-то, не заключается в материальном? Ну да, материальные блага, они так, относительные, да? То есть, есть инвестиции, которые долговременные, дадут результат позже. Вот. У нас очень высокопрофессиональные жюри на этом конкурсе работают. В основном, это представители работодателя, вот, и, в принципе, они для себя замечают звездочки, которые можно потом будет пригласить на работу. И работа в нефтяных компаниях, и транспортных газов. Достойная оплата труда и светлое будущее впереди. Ну, ценные призы всегда есть, да, то есть, ну, они не в денежном эквиваленте измеряются, конечно, да. Ну, и самое главное, наверное, все-таки, это получение новых компетенций, новый опыт, который ничего, вернее, ни за какие деньги не купишь. Конечно, да, и это самое главное, что у нас. Это известно как тем, кто уже трудится на производстве, так и начинающим лаборантам. Большое спасибо, Роман Викторович. Мы желаем всем участникам следующего этапа удачи, успехов, разумеется, и, как в спорте, пусть победит сильнейший и умнейший. Умнейший, да. Хорошего дня, и до новых встреч. Спасибо.